Послание Отца Абсолюта от 5 февраля 2020 года Энергия Творца Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, поговорим теперь об энергии Творца. Эту энергию без преувеличения можно назвать энергией четвертого измерения. И вот почему. Эта энергия пришла на вашу планету в тот момент, когда процесс перехода Земли в Пятое измерение стал уже необратимым. Чтобы вы лучше поняли очередность прихода на Землю Божественных энергий, представьте себе вашу планету, погруженной словно в грязную воду, в энергетическое пространство Третьего измерения. И по мере того, как она все больше разряжаясь, всплывает, освобождаясь от тяжелых энергий трехмерного мира, она становится способна принять уже новые энергии, более высоких вибраций. Так, когда из-под воды появилась лишь ее макушка, к Земле смогла пробиться энергия Света и Любви. А когда вынурнула вся голова, и она вздохнула полной грудью, по вибрациям к ней притянулась уже энергия Творца. То же самое происходит и с обитателями Земли. Но поскольку все люди разные, то их готовность к принятию тех или иных энергий индивидуальна и определяется чакровой шкалой. Именно чакры человека являются тем индикатором, который указывает на его готовность принять энергию определенных вибраций. По мере активации и раскрытия верхних божественных чакр, человек становится способен принимать энергии все более и более высоких вибраций, которые меняют его сознание, избавляя его от стереотипов трехмерного мира и соединяет его с высшими аспектами души. Так, энергию Света и Любви способны принять люди, у которых полностью активирована четвертая чакра. Эта энергия способствует ее раскрытию, навстречу Свету и безусловной Любви ко всему сущему на Земле. А энергию Творца способны принять те, у кого активирована уже пятая чакра, которая является пограничной между нижними, земными и верхними, божественными чакрами человека. Это и есть то самое четвертое измерение, поскольку энергия Творца тоже является пограничной между третьим и пятым измерениями. Какое влияние оказывает на человека энергия Творца? Когда вы призываете ее, она, проходя через вашу седьмую и шестую чакру, спускается ниже, к пятой чакре. Это тот предел, до которого она может опуститься по своим вибрациям. И далее происходит следующее. Эта энергия начинает трансформировать ваше каузальное тело, очищая его от налета дуальности и напитывая его своей высоковибрационной энергией. В результате человек становится свободным в своих суждениях. Он начинает мыслить нестандартно, ставя во главу угла не материальные, а духовные ценности. Другими словами, энергия Творца раскрывает творческий потенциал человека, рождает в нем божественную искру. Как видите, даже название энергии отражает их глубинный смысл. И теперь, когда вы знаете все тонкости и специфику этих энергий, вы можете использовать их уже более осознанно. Попробуйте почувствовать разницу, призвав сначала энергию Света и Любви, а затем энергию Творца. Ощутите их присутствие в своем энергетическом пространстве и попросите первую энергию трансформировать вашу земную любовь, безусловную, божественную. А вторую энергию – превратить вашу способность к самовыражению в настоящее творчество, что позволит вам черпать вдохновение из чистого божественного источника. И чем чаще вы будете использовать эти энергии в своей повседневной жизни, тем скорее будет трансформироваться ваше энергетическое пространство из трехмерного в высоковибрационное пространство Пятого измерения. И я благословляю вас на это. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт в.